Рак простаты чаще всего представлен аденокарциномой. Адена означает железа. Карцинома обозначает процесс злокачественного неконтролируемого роста количества клеток. Рак простаты – это опухоль, берущая своё начало в предстательной железе. Не новость, что предстательная железа есть только у мужчин. Потому логично, что её рак может быть только у мужчин. Как правило, рак простаты считается автоматически злокачественным, то есть опухолевые клетки могут метастазировать, проникать и разрушать окружающие ткани, а также ткани в любой области организма, куда попадёт метастаз. Прежде чем описывать патологический процесс, нужно сказать пару слов о нормальном строении. Простата – это небольшая железа, размером с грецкий орех, который находится под мочевым пузырём и перед прямой кишкой. Уретра – это трубка, через которую моча покидает мочевой пузырь. Она проходит через предстательную железу, прежде чем достигнет полового члена. И эта часть уретры называется простатической частью уретры. Простата покрыта капсулой из жёсткой соединительной ткани и гладких мышц. Под этим слоем железа может быть разделена на несколько зон. Первая периферическая зона является самой внешней задней частью. Это самая большая зона. Она содержит около 70% железистой ткани предстательной железы. Движемся кнутри. Следующую зону называют центральной. Она содержит около 25% железистой ткани, а также и экуляторные протоки, которые соединяются с простатической частью мочеспускательного канала. Наконец, переходная зона, которая содержит около 5% железистой ткани. Здесь также проходит вышеназванная уретра. Переходная зона получила своё название, потому что она содержит переходные клетки, которые также находятся в мочевом пузыре. Переходная зона подвергается гиперплазии или увеличению количества клеток у большого процента пожилых мужчин, что часто приводит к сдавливанию мочеспускательного канала. Такую ситуацию называют доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Она в принципе считается нормальным аспектом старения. На микроскопическом уровне каждая из крошечных желез, которые составляют простату, окружена базальной мембраной, состоящей в основном из коллагена. Внутри этой базальной мембраны находится кольцо кубических базальных клеток, а также несколько нейроэндокринных клеток, вкраплённых по всей поверхности. Закончим анатомический мини-обзор внутренним кольцом просветных столбчатых клеток, которые находятся внутри просвета или центра железы. Люминальные клетки или клетки внутренней выстилки протоков выделяют особые вещества в простатическую жидкость, которые делают её слабощелочной, а также содержат питательные вещества. В общем, они питают сперматозоиды и помогают им выжить в кислой среде влагалища. Во время эякуляции сперматозоиды покидают яички, проходят через семивыносящий проток в эякуляторные протоки и проходят через предстательную железу. Спомогательные вещества попадают в сперму в результате того, что гладкие мышцы в предстательной железе сокращаются и проталкивают простатическую жидкость в уретру, где она и соединяется со спермой. Люминальные клетки также продуцируют специфический для простаты антиген – PSA, который помогает разжижать гелеобразную сперму после эякуляции, тем самым даёт сперматозоидам возможность плыть. Деятельность базальных клеток и клеток просвета зависит от стимуляции андрогенов – мужских половых гормонов. Андрогены включают в себя тестостерон, он вырабатывается яичками, а также андростендион и дегидроэпиандростерон, которые вырабатываются надпочечниками, и дегидротестостерон, который вырабатывается из тестостерона самой простатой. Без этих гормонов нормальные клетки предстательной железы, особенно клетки просвета, не могут выжить и подвергаются апоптозу – это запрограммированная гибель клеток. Интересный факт – если яички удалены по какой-либо причине, предстательная железа значительно сокращается в размерах, в основном из-за гибели как раз клеток просвета. Аденокарцинома простаты чаще всего возникает в результате генетической мутации в клетках просвета, но причина также может быть в базальной клетке. В итоге мутировавшая клетка начинает неконтролируемо делиться. Факторами риска генетической мутации являются пожилой возраст, ожирение и диета с высоким содержанием жира и низким содержанием клетчатки. Как только возникает мутация, поражённая клетка начинает расти и неконтролируемо размножаться, образуя опухоль. Вначале раковые клетки простаты в значительной степени зависят от наличия андрогенов. Но в конечном итоге раковые клетки изменяются настолько, что и размножаются уже независимо от наличия гормонов. Клетки рака простаты имеют относительно медленную скорость роста по сравнению с другими видами рака. Нужно сказать, что хоть аденокарцином предстательной железы является наиболее распространённым типом рака предстательной железы, существуют и другие типы. Они возникают из клеток других типов. Например, переходно-клеточный рак возникает из клеток в переходной зоне, а мелкоклеточный рак предстательной железы возникает из нейроэндокринных клеток. На раннем этапе рак простаты обычно не вызывает никаких симптомов. Это объясняется тем, что в большинстве случаев патологический процесс развивается в задней периферической зоне, которая находится далеко от мочеиспускательного канала. Именно поэтому опухоль должна стать довольно большой, прежде чем начнёт вызывать проблемы. Лишь со временем появляются симптомы – затруднение мочеиспускания, кровотечение и боль при мочеиспускании и эякуляции. Метастазы данного вида рака чаще распространяются на позвонки или кости таза. Это может вызывать боли в бедре или пояснице. Диагностика. Рак предстательной железы может быть обнаружен в ходе пальцевого ректального исследования. Палец вводится в прямую кишку и пальпируется передняя стенка прямой кишки, которая лежит вдоль задней части предстательной железы. Опухоль, расположенная здесь, будет ощущаться как ненормально твёрдый комок. Однако, если опухоль возникнет в другом месте, например, в передней периферической зоне, то опухоль нельзя будет обнаружить во время пальцевого ректального исследования. Другой подход заключается в использовании трансректального ультразвукового исследования или МРТ. Эти методы необходимы для визуализации простаты. Рак предстательной железы также может вызвать повышение уровня специфического антигена простаты. Тем не менее, для окончательной диагностики рака требуется биопсия. Полученные ткани оценивают с помощью системы оценок глиссона. Шкала глиссона определяет два паттерна. Это две наиболее распространённые клеточные структуры в ткани предстательной железы и присваивает им баллы от 1 до 5. 1 балл – это нормальные, хорошо дифференцированные клетки. А 5 баллов свидетельствует о сильно аномальных клетках, которые едва напоминают нормальную ткань предстательной железы. После того, как первичные и вторичные паттерны получили оценку от 1 до 5, эти два числа складываются вместе, в результате чего общий балл глиссона составляет от 2 до 10. Причём 2 балла представляют высоко дифференцированные опухоли, а 10 – низкодифференцированные опухоли. Низкодифференцированные опухоли гораздо хуже в прогнозе, чем высоко дифференцированные. Лечение. Если опухоль ограничена пределами органа и не метастазирует, обычно проводятся активные наблюдения. Это включает в себя измерение маркера опухоли и визуализацию, чтобы гарантировать, что рак простаты остаётся ограниченным пределами железы. Если опухоль распространяется за пределы органа, лечение может потребовать хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию и гормональную терапию, а чаще комбинацию этих методов. Резюмируем. Рак предстательной железы обычно относится к аденокарциномам, но может быть и другого типа. Как правило, процесс начинается в задней периферической зоне предстательной железы и может быть обнаружен с помощью пальцевого ректального исследования. Лечение может включать в себя химиотерапию, лучевую терапию, хирургическое вмешательство и гормональную терапию, но активные наблюдения также являются вариантом в лёгких случаях. На этом всё. Поддерживайте канал лайком, рассказывайте друзьям, если понравилось, а если есть желание поддержать и рублём, ищите ссылку в описании.